Здравствуйте, дорогие друзья! Рада, что вы заглянули на канал Розовое Хобби. С вами Татьяна. В моем подмосковном саду вот уже лет десять растут два древовидных пиона. В прошлом году проводила чистку своих завалов и обнаружила коробки от этих пионов. Этот белый должен быть яркого красно-пурпурного цвета. Название у него гранатовый браслет. Ну, ясное дело, пересортится. А пион темно-красный называется фиолетовый лотос. Он хотя бы по форме соответствует фото на коробке. К сожалению, моим пионам пришлось пережить пересадку. И если белый перенес ее легко, то красный на меня обиделся и цветет очень слабо до сих пор. Белый пион в прошлом году вырос до 120 сантиметров. Красный значительно ниже, наверное, 80. Но поскольку у древовидных пионов цветочные почки закладываются в предыдущем году, то нужно сохранять их, не дать замерзнуть зимой. Однако соорудить надежное укрытие высотой более 120 сантиметров проблематично и приходится обрезать этот пион пониже. В прошлом году после цветения я обрезала пион на высоту не более 80 сантиметров. Сооружала вот такие укрытия отдельно для каждого пиона. Дуги и укрытия в два слоя с понбондом. Как видите, побеги связала и оставила вместе с листвой зимовать. Считаю, что так теплее почкам. Осенью перед укрытием я обработала кусты фунгицидом ордан. В начале апреля я убрала листву, развязала побеги и убедилась в том, что кусты живы. Но при первом открытии я не провожу обрезку, потому что почки могут проснуться позднее. Пока кусты находятся в спящем состоянии, перезимовавшие почки плохо заметны. И если сейчас провести обрезку, то можно остаться без цветов. Поэтому обрезку я переношу на третью декаду апреля. В конце апреля пионы тронулись в рост. Эту почку уже хорошо видно. Она жива. Но следующая почка вызывает сомнения. Скорее всего, ее придется удалить. Давайте посмотрим и другие побеги. Ну, вот тут. Ну, вот здесь, похоже, действительно, вот сухой побег. Такой побег я бы обрезала, не стала его дожидаться. Смотрите, он идет вот отсюда. Вот. И он такой весь. Вот осторожненько, да, вот он, видите, там у него обрезать надо. Здесь сомневаюсь я, конечно, но тоже пока подожду. Вот здесь почка, здесь пока не вижу. То же самое здесь. Ну, вот эту вот точно я вижу, что обрезать ее нужно. Вот этот вот побежек. Вот он сухой, а вот выше идет почка. А это его почка. Так. Не мешать друг другу не будут. С этой стороны. То есть я внимательно осматриваю. Ну, вот вижу, что у этого побега ко мне, конечно, вот здесь. Ну, вот здесь. Ну, я подожду. Вот здесь точно обрежу. Надо взять другой секатор. Ну, вот я взяла другой с более длинными. Все. Я пока оставлю. У меня есть сомнения вот про эту. Вот про эту часть. Вот эта почка. Но тут я их пока не вижу. Можно попробовать проверить. Вот одну из почек. Ну, похоже, что вот она эта почка. Вот она мертвая. Ну-ка я ее тогда. Вот смотрите, вот она сухая, мертвая. Здесь тоже самое. Значит, обрезаю я. Даже не на эту, она будет расти в центр, а вот на эту почку. Возможно, что у нас так лучше будет. Еще один подозрительный побег. Кажется, тоже он уже не живой. Давайте проверим. Сначала обрезаем верхушку. Нет, она плохая. Обрезаем ниже. Ну, и вот этот побег придется тоже удалять. Да. Что касается вот этого побега. Вот у него вот эта почка как будто бы живая. Ну-ка. Ну, в общем-то, да, обрезала живой побег. Так, а вот здесь обрежу вот так. Здесь можно вот на эту обрезать. Ну, и оставлю пока вот в таком виде. Второй пион. Смотрим. Вот я понимаю, что вот этот вот побег, вот этот, видите, вот он идет с самого низа. Вот на нем здесь есть почка внизу, а весь побег, вот он без... Сейчас посмотрим. Вот он весь сухой. Этот, я думаю, тоже, хотя вот... Ну-ка. Нет, тоже весь сухой. Вот. Его, конечно, надо удалять. Такой побег. Вот этот сучок нам тоже уже не нужен. Пенек этот. Вот так. Здесь надо почистить. Прошлогодние срезы. Что касается вот этого. Вот он побег идет. Но здесь у него тоже, видите, пустой. Ничем не заканчивается. Значит, его надо тоже будет убрать. Так. Сейчас я его с этой стороны и обрежу. Ой. Вот этот пенек. Вот здесь у него почка. Но это другим секатором. А вот этот надо будет убрать. Вот он не рабочий. Что касается вот этого. Так. Вот здесь пенек. Снимаю. Вот у этого, смотрите. Вот там почка, почка, почка. И растет. Вот только, наверное, вот этот надо срезать. Теперь вот здесь у меня, похоже, просыпаются. Вот у этого почка какая-то нехорошая. Но я ее подожду. Вот здесь нормальная. Зеленая там, да. Здесь не знаю. Нет. То же самое здесь, наверное, надо убирать. Да, вот так. Вот смотрим. Вот тут он сухой. Здесь он не растет. Я его обрежу. Ну, вот на эту почку. Вот. И теперь вот это у меня остается. Не знаю. Пока не буду трогать, посмотрю. Вот. Сейчас обязательно все. Так. Вот этот пенек надо будет отпилить. Ну, вот я обрезала все сухие пеньки. Сейчас их буду замазывать. Вот. Думаю, что вот этот вот, несмотря на то, что здесь почки цветочные. Вот они. Но уж очень он старый. Поэтому я его обрежу вот до этой почки. Сейчас мы вместе с вами это и проделаем. Вот та почка идет. Видите? Вот эта почка. Вот она растет в центр. А эта сюда наружу. Мы на эту почку и отрежем. Все. Я думаю, так правильно. Вот. Такой стал костик. Посмотрим, как будет цвести. Теперь мне его надо подкормить. Единственное, у меня осталось вот, вот эта почка под сомнением. Сейчас попробую. Нет, я думаю, что... А, нет, она плохая. Плохая. Сейчас мы ее тоже отрежем вот на эту наружную почку. После удаления старых побегов у кустика будет больше солнца и, скорее всего, появятся новые побеги для омоложения. Большие срезы я замазала ранетом. Итак, дорогие друзья, главное, не торопиться обрезать почки, кажущиеся неживыми. Дайте время проснуться пиону. Если вы поставите лайк, я буду знать, что видео было вам полезно. Гостей канала приглашаю подписаться. Подключайтесь к группе «Розовое хобби» в телеграм-канале. Ссылку я дам в описании к видео. Всех благодарю за просмотр видео. С вами была Татьяна на канале «Розовое хобби». Розовое хобби. Розовое хобби. Розовое хобби.